Очередной гуманитарный груз готов к отправке в зону специальной военной операции. Для Ильи Соболева, руководителя Ковригинского терротдела администрации городецкого округа, это уже 18-я поездка. Как он говорит, съездил один раз и затянуло. Ребята там делают правое дело. Без нашей помощи они не справятся. Мы всегда везем письма от детей. И однажды в Кременое, мы когда приехали в Кременое, незнакомые для меня ребята, мы дали письма ребятам, и один боец взял письмо, приезжал к сердцу и говорит, это мое. Отошел в сторону и начал читать. Аж руки тряслись. Вот, наверное, в эти моменты мы понимаем, что это очень значимая вещь, что они очень ждут. Этот груз, как говорят, собирали всем миром. Здесь и маскировочные сети, которые сприли жители, и медикаменты, газовые баллоны, генераторы и многое другое. Нашим ребятам самое необходимое. Свою лепту в общее дело вложили и депутаты Земского собрания. У нас единственное решение Земского собрания в области, где депутаты сами проголосовали за то, что надо оказывать помощь. И каждый депутат внес свою часть. В общей сложности мы уже вот сейчас отправили больше, чем на 11 миллионов. И продолжают поступать заявки. Именно говорю, что заявки идут на уникальные вещи, которые только еще изобретены, которые тоже начали появляться. Например, противопрокольные стельки. Это для тех, кто занимается разминированием. Или, например, плащи, которые не позволяют ночью видеть человека. Потому что теперь техника такая. И много уникальных вещей, которые поступят, наверное. Но поступят через полмесяца, через месяц. А мы им даем час. Поддержка наших бойцов, которые сейчас находятся там на линии фронта. Это, на самом деле, наша святая обязанность. Каждого гражданина Российской Федерации. Разумеется, и администрация, и депутаты Земского собрания не могут оставаться в стороне. Мы регулярно получаем запросы от наших ребят, которые находятся там на передовой. Которые уходили именно от городецкого округа. И по возможности собираем им гуманитарные грузы. Надеюсь, что в ближайшей перспективе подготовим УАЗ. Для того, чтобы он там на передовой помогал выполнять нашим ребятам боевые задачи, которые перед ними стоят. В этот раз отправились поздно вечером, чтобы избежать пробок на дорогах. 1650 километров пролетели за сутки. Ехали без остановок, чтобы как можно быстрее доставить долгожданный груз. Его сразу отдали в одно из подразделений, где в том числе служат земляки. Потом развозили персональные посылки и письма ребят из городецкого округа. Александр Юрьевич, вам огромное дикое спасибо за ваш подарок. Ценю вашу заботу. Спасибо вам огромное большое. Спасибо большое. Спасибо городскому округу за предоставление гуманитарной помощи администрации города и мирным жителям. Обеду будет. Спасибо большое. Спасибо большое. Хочу поблагодарить неравнодушных людей, которые нам помогают в такой ситуации, которая у нас сейчас происходит. Очень большая благодарность не только большим и взрослым, но и самым патриотичным нашим детям. Хочу поблагодарить администрацию городецкого округа за отношение к нам, за помощь нашу, за все, что вы для нас делаете. В зоне СВО городецкие волонтеры были четыре дня. Побывали в шести населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, что встречались с бойцами, имели возможность осмотреть окрестности. На улицах часто встречали брошенных домашних животных. Специально для них привезли корм. В такой ситуации, как оказалось, тяжело не только людям. Собрав заказы на все необходимое, отправились домой. Через сутки снова в городце. Как они говорят, вернулись в другую жизнь, где тихо и спокойно. Ну а то, что побывали в зоне специальной военной операции, напомнит осколки снаряда, который должен был попасть в дом, где жили наши бойцы, но разрушил соседнее здание. Совсем по-другому уже ощущается то время, в котором мы живем. Как мы здесь живем, как люди живут там, близко к передовой. Поэтому еще с большим усердием, скажем так, будем трудиться ради фронта, чтобы победа, вот как и ребята говорят, была общая, и мы вместе победим.